Начинаем, открываем мои первые лекции, наш летний ведомарафон. И пока еще буквально одну-две минуточки к нам подтягиваются другие слушатели. Я сделаю анонс тех мероприятий, которые в течение этих трех дней вы погрузитесь. И впервые у нас на этом вебинаре появляются новые эксперты. В частности, сегодня у нас будет эксперт Сергей Реснов, который является ведическим психологом, джиотиш-астрологом. И он затронет, на мой взгляд, очень интересную тему. Это семейная гармония во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Потому что очень часто это является фактически источником психосоматических проблем, которые вы наверняка со своими пациентами выявляете. И иметь некоторые ключи, некоторый базис в понимании этих взаимоотношений, я думаю, вам будет очень полезным. Сегодня же у нас будет лекция по пищевым отравлениям от нашего эксперта Елены Арчебасовой, которая становится на особенностях отражения этого состояния на индексах АПК Ведопульс. И она же сегодня прочитает вам интересную, на мой взгляд, лекцию, где затронет конкретные клинические случаи с их интерпретацией и возможными вариантами рекомендаций. И сегодняшний день у нас с вами закончится традиционной лекцией нашего эксперта в области китайской медицины Сергея Косинцева. Цикл своих лекций по меридианам, по каналам и коснется вопросов шестого канала, канала тонкого кишечника. Завтра лекция, завтрашний день начнется с лекции специалиста международного уровня по суджок терапии Юлии Ярославцевой, которая расскажет вам о способах применения суджок терапии для коррекции проблем, связанных с позвоночником. Затем я очень настойчиво вам рекомендую посетить лекцию Елены Буренковой. Это наш эксперт в области психотерапии, ее специализация арт-терапия, музыкотерапия, потому что это направление, оно традиционно недооценивается только из-за того, что люди не получают качественных знаний. А нужно сказать, что Елена Буренкова – это эксперт федерального уровня, одна из топовых экспертов в этом направлении у нас в России. В этот же день будет лекция Сергея Косинцева, который расскажет вам о основных способах воздействия китайской медицины на точку акупунктуру. И в этой лекции, внимание, он анонсирует апгрейд модуля рефлексотерапии, который у нас произойдет в августе. Этот апгрейд будет бесплатный для всех специалистов, которые уже работают с этим модулем. И эти изменения будут касаться вопросов того, как этот модуль становится более аутентичен подходом в классической китайской медицине. В частности, мы отдельно разделим направления джейн, связанных с иглотерапией, и дзю, связанных с прогреванием, в виде отдельных рецептов и двух вкладов в этом модуле. Ну, подробно вы услышите от Сергея Косинцева. Субботний день нашего марафона содержит две очень важные лекции. Одна из них – это лекция Михаила Альбертовича Суботялова, который является президентом Национальной юридической медицинской ассоциации. И он как раз погрузит вас в последние законодательные изменения о рынке оказания традиционных услуг, ну и о том, как, в принципе, каковы тенденции развития юридической медицины вообще. В этот же день также будет интересная лекция по женскому здоровью от Сергея Реснова, нашего ведического эксперта в области ведической психологии. И мы искренне надеемся на то, что из Минска сейчас этот эксперт находится в командировке, Владимир Владимирович Егоров, сможет к нам присоединиться, не будет проблем с интернетом. И он расскажет о самых последних изменениях законодательных, которые произошли в легализации деятельности специалистов традиционной народной медицины в целом. В частности, дам вам небольшую инсайдерскую информацию. В общем классификаторе занятости, который регламентирует все специальности в рамках трудового комбината, кодекса, появилась специальность, внимание, врач и лекарь аюрведической медицины. Появилась специальность натуропат и много других интересных специальностей, о которых Владимир Владимирович вам расскажет, с тем, чтобы вы могли входить в правовое поле легализации своей деятельности. Ну и закончится этот день фактически определенным мастер-классом от Сергея Косинца по продвинутым методам рефлексотерапии. Вот такие интересные темы мы для вас приготовили. И надеемся, что эти темы не будут теоретическим для вас грузом, а вы сможете их трансформировать в свои практические навыки и компетенции. У меня есть немного времени, чтобы рассказать вам, раскрыть ту тему, которую я заложил для своей лекции. И в этой лекции мне бы хотелось остановиться на ключевых вопросах, с которыми так или иначе сталкиваются не только начинающие, но и продвинутые пользователи. Вот на этих триггерных или болезненных точках в своей лекции я сегодня остановлюсь. Начнем мы с того, что всегда задается вопрос вообще, какова история вот того, той разработки, которую вы представляете, вот аппаратно-программного комплекса «Ведопульс». И история непростая у идеи, которую мы воплотили в материю в виде аппаратно-программного комплекса «Ведопульс». Она, безусловно, начинается с того этапа, который историки, может быть, обозначают как эмпирический этап. Этот эмпирический этап сводится к тем источникам, которые на сегодняшний момент доступны нам. В первую очередь это Шангатхара Самхита, где впервые в юридической практике упоминается пульсовая диагностика. Этот труп написан в Абхата и предполагается, что он датируется пятым веком нашей эры. И если мы апеллируем к источникам, то с юридической точки зрения это основной труд, который послужил основой для развития всех последующих воззрений в области пульсовой диагностики в Айрведе, в частности, известного труда, который называется йогурт-нагар. Но вы наверняка знаете, что пульсовая диагностика в Айрведе появилась значительно позже, чем в китайской медицине. И в одной из своих лекций я подробно рассказывал о том, кто такой Бянь Цяо и кто такой Сун Цимяо. Это, с одной стороны, эпические образы, с другой стороны, конкретные личности, которые фактически компилировали на тот момент имеющийся материал в области китайской медицины в виде трактата Нейдзин и трактата внутренним, где очень подробнейшим образом рассказывается о принципах пульсовой диагностики для оценки функционального состояния человека. Нужно сказать, что исторически именно эти трактаты послужили основой для развития в мировом масштабе пульсовой диагностики. Что касается тибетской школы, которая ассимилировала в себе все лучшее из аюрведического направления, из китайского направления, то, безусловно, Янтон Гампо, который в своем трактате Джудши опирается на способы оценки функционального состояния через пальпацию пульса. Но, если говорить о славянском этносе, о славянской культуре, то, анализируя определенные источники, мы нашли такие факты, что в манускриптах православных описываются определенные события. В частности, вот есть источник, где четко указывается на то, что в житии жизни преподобных отца наших Ирлаама Пустыника и Аса Фицаревича индийского упоминаются четко врачи, которые владеют методом, и этот метод называют жилобиение. Ну, жило понятно, потому что сосуд при пальпации, он прощупывается как жило, и на тот момент, может быть, и сосуд, и сухожилие, это были некие родственные понятия, но фактически жилобиение, это название пальпаторной диагностики на Руси, как оно существовало с момента первых летописей, которые зарегистрировали. Это эмпирический этап. Затем наступает научный этап развития воззрения опульсовой диагностики. И в 1733 году, это первая книга, может быть, и раньше были какие-то книги, но это первая книга с точки зрения академической науки, которая приписывается английскому физиологу Хеллесу, опубликованная, в принципе, к ней можно получить доступ и посмотреть, которая была посвящена изучению вопросов кровообращения, и где рассматривались в том числе вопросы пульсовой диагностики. Чуть позже швейцарским физиологом Хеллером в 1760 году было издано 8-тонный, такой китанический большой труд по физиологии вообще, где отдельный тон посвящался вопросам кровообращения, где вновь этот автор апеллирует к вопросам пульсовой диагностики и рассматривает их с точки зрения классической аналитической физиологии. Немецкий физиолог Людвиг в 1846 году опубликовал работу, где он показывает, что он выявил феномен изменения частоты сердечного сокращения во время вдоха и во время выдоха. В частности, во время вдоха происходило увеличение частоты, возрастание частоты сердечного сокращения, во время выдоха ее снижение. В перспективе, вы знаете, обучаясь на наших образовательных курсах, что вот эта зависимость изменения частоты, связанной с дыханием, получила название дыхательная синусовая ритмия, которая в норме присуща фактически всем людям в здоровом состоянии. В 1865 году немецкий врач Траубе открыл волновые колебания гемодинамики с периодикой примерно около 10 секунд, которые уже относились к недыхательным волнам. И фактически эти волны в физиологии закрепились по имени этого физиолога, как волны Траубы. А вот дыхательные волны, они получили название в физиологии, как волны Геринга. Эти дыхательные волны фактически были подробно описаны в 1910 году физиологом Герингом, который доказал, что дыхательная синусовая ритмия, возникающая при изменении сердечного ритма, она фактически напрямую зависит от деятельности блуждающего нерва. Чуть раньше еще один физиолог, Майер, в 1876 году показал, что существуют колебательные волны, периодика которых превышает и дыхательную, и 10-секундные волны. Они получили название по имени этого физиолога, который их открыл, волны Майера. Современные представления, безусловно, начали складываться с работ Геринга, о котором я уже упомянул, а также из работ американских физиологов Розен Блюма и Симона, которые в 1934 году выдвинули, а потом подтвердили предположение о том, что low frequency диапазон или медленное колебание сердечного ритма фактически является проявлением влияния симпатического отдела вегетативно-нервной системы. Ну и современный этап становления представления о кардиоинтервалографии как базовом методе, который мы используем в качестве пульсовой диагностики, они связаны с именами, безусловно, профессора Романа Баевского, который разработал модель регуляции сердечного ритма, основанного на двух контурах регуляции. Центральном, куда он относил подкорковые и высшие вегетативные центры с корковыми механизмами регуляции, и автономном контуре регуляции, куда он относил синусовый узел, блуждающие нервы, ядра блуждающих нервов в продолговатом мозге и мосту. И таким образом показывал взаимоотношения между двумя этими контрами регуляции. В 1999 году наш земляк-сибиряк Арнольд Флейшман, вот буквально два месяца назад у него в Новокузнецке проходила международная конференция, опираясь на теорию Баевского, предположил новую модель нервной регуляции ритма сердца, которая была основана уже на четырех уровнях регуляции, сегментарном, стволовом, гипоталамическом и полушарном. И на сегодняшний момент Арнольд Флейшман, с которым я лично знаком, развивает один из немногих в нашей стране, новые направления, связанные с нелинейными воззрениями на колебательные процессы, которые в гемодинамике происходят. Безусловно, в ряду физиологов, которые касались вопросов развития этого направления, нужно отметить нашего отечественного ученого Нидекера, который в 1968 году впервые предложил для анализа вариабельности ритма сердца тот основной метод, который лежит у нас в основе всех математических расчетов, это спектральный метод оценки ритмограммы. И вот применение этого математического метода к периоду грамме, изменение длительности речного цикла, фактически дало новый толчок в исследованиях в этом направлении. И этот метод чуть позже получил дальнейшее развитие и в клинике, и в научных исследованиях. Но в первую очередь их подхватили зарубежные ученые. Один из них это Аскелерот, который в 1981 году фактически опубликовал многочисленные обзоры, показывающие, что этот метод имеет метод спектральной оценки ритмограммы, имеет прямое клиническое применение. Безусловно, что перечисленные мною исторические эпохи развития той методики, с которой вы работаете, является определенным образом неполной, и можно затронуть и другие имена. И если вы хотите более подробно познакомиться с современными тенденциями, с теоретическим базисом или основой, с теми историческим опытом, который был накоплен физиологами в этом направлении, я вам рекомендую уникальные книжки, которые у нас на остатках остались от Арнольда Флейшмана. Это его первая книжка «Медленные колебания гемодинамики», датированная 1999 годом, где он впервые фактически объясняет свою теорию. А также более последнюю его книжку, это «Врядность ритма сердца. Нелинейные феномены в клинической практике», где фактически он уже накладывает современные методы математического анализа для оценки функционального состояния. Поэтому для всех, кому интересен экспертный уровень подхода в интерпретации получаемых индексов, в первую очередь, академического уровня, эти книжки должны быть в библиотечке. Должен сказать, что на сегодняшний момент аппаратно-программный комплекс «Ведопульс» в том числе будет усиливаться академическим модулем, но затем из этого академического модуля мы будем делать выжимку касательно традиционных систем оздоровления. Фактически идея в связи с западной технологией восточной мысли у нас продолжает сохраняться, но уже на более продвинутых методах анализа сердечного ритма. Я вам представлю сейчас несколько скриншотов, которые будут заложены в этот академический модуль. С одним из них вы частично знакомы. В частности, обратите внимание на левую часть этого графика, которая фактически выглядит как скатерограмма, которая у нас присутствует в одной из вкладок при анализе ритма сердца. Но помимо 2D-моделей мы на сегодняшний момент разрабатываем математическую 3D-модель, которая, конечно, может разложить эти состояния более глубоко. Многие из вас, кто присутствовал в научных семинарах о пульсовой диагностике, знают, что скатерограмма является малым признаком для оценки психофизиологической конституции. В частности, вы помните, что у людей с ваток конституции скатерограмма смещается в нижний левый угол и уменьшается по площади в своих размерах. Скатерограмма для людей с питок конституции, она примерно находится на среднем уровне, занимая среднее положение по площади скатерограммы. И у людей с тенденцией капха расстройства или капха конституции скатерограмма уплывает, если можно так выразиться, в правый верхний угол, фактически рассыпаясь на достаточно широкое облако, формируя широкую площадь. Это является дополнительными критериями, в том числе для определения некоторых характеристик пульса, с которыми вы работаете во вкладке «Баланс». Еще одно направление, которое мы развиваем с академической точки зрения, это фазовый портрет ЭКГ, если среди нас есть врачи, то в этих рисунках они узнают знаменитый метод, который получил название «вектор кардиографии». Фактически это векторный анализ осциллограммы ЭКГ-сигнала, который дает представление о колебательном контуре на более тонком уровне. Мы также будем применять новые подходы с расчетом энтропии, как мера хаотичности в регуляции сердечного ритма и тех систем, которые в этот вопрос вовлечены. И, если вы видите, этот же подход позволяет нам рассчитать степень стационарности процесса через оценку фрактальности, потому что у людей с ватодисбалансом коэффициенты фрактальности будут всегда занижены, у людей с капкодисбалансом они будут завышены. Мы формируем дополнительную математическую платформу для расчета всех этих показателей. Закончу из современных подходов, которые в ближайшее время усилят наш модуль с точки зрения академических индексов. Это вейвлет преобразования, которое позволяет сделать частотно-временную оценку распределения и поднять, как определенная частота доминирует по времени во время записи. Это очень важно для того, чтобы оценить включение той или иной функциональной системы на определенном периоде записи, особенно если проводите манипуляции во время записи, используете модуль онлайн-динамика, для того, чтобы понять, это воздействие оказалось эффективным, либо слабоэффективным, либо вообще не дало отклик с точки зрения физиологии. Ну и детрендный флоктационный анализ, который фактически дает нам определение самоподобия, то есть повторение сигнала. Как вы знаете, ритмограмма людей с ватоконституцией очень ригидна, ритмограмма людей с капкоконституцией менее ригидна. И для того, чтобы нам создать математические модели, мы будем использовать все эти методы анализа. Чувствую, что вас загрузил академическими моментами, поэтому возвращаемся к понятной нам пульсовой диагностике. И еще один источник, который настойчиво рекомендую вам изучить. Этот источник находится у нас на сайте в виде отсканированной бесплатной книжки. Эту книжку как компиляцию 30-летних исследований в конфилиале под общим руководством и идеологическим вдохновением нашего академика Казначеева, в чьей лаборатории я, собственно говоря, начинал свою научную творческую деятельность. Это Дудин и Цудинов, где они переложили язык пульсовой диагностики и некоторых важных концептуальных понятий тибетской школы и юридической школы на язык физиологии. Фактически этот труд стал основой и опорой для развития в том числе и наших идей. Но вернемся к классической пальпаторной пульсовой диагностике. Вы помните, что она осуществляется путем пальпации в разных точках, но классически на лучевой артерии. Многие знают почему. Потому что здесь можно все 7 уровней пульса, если брать школу, которую проповедует доктор Васан Тлат. Перед вами китайская школа. Она немножко отличается от юридической точки школы, в частности в позициях Гуань. В юридической школе каналы, которые проецируются на эту среднюю точку, они меняются местами. В китайской школе наоборот. Так вот, когда мы пальпируем пульсовую волну, то верхушечкой пальцев рук мы пальпируем вот этот пульсовой толчок. То есть пульсовая волна имеет очень сложное развитие с точки зрения биофизики, очень сложную картину. И именно вот этот пульсовой толчок мы пальпируем. И сейчас я коснусь важного вопроса, который многие нам задают. Вот недавно с нашего сайта пришел запрос, что мы не понимаем, как вот вроде классическая пальпаторная пульсовая диагностика, а вот вы используете метод электрокардиографии. И вот ответ на этот вопрос традиционно лежит на этом слайде, где мы выявляем эти причинно-следственные связи. Вот понимание этих причинно-следственные связи показывает, что оказывается пульсовая волна это лишь верхушка айсберга очень сложных, очень сложных процессов гемодинамических, биофизических, которые происходят в сосудистой системе. И так или иначе причиной этих процессов на уровне сосудистого роста является сердечная деятельность. Мы не будем подробно разбирать этот слайд, те, кто проходили наши образовательные курсы, мы подробно на этом останавливаемся. Скажем лишь, что до момента появления механических явлений в миокарде в нем происходит электрическое возбуждение, которое определяется уникальными клетками пейсмейкеров. В свою очередь эти клетки пейсмейкеры, которые расположены топически в очень строгих местах, недиффузно по всему миокарду, получают информацию обо всем организме через нервы, которыми они нервируются, через гормонами, которые подплывают к ним в результате кровообращения. Таким образом, сканируя внутреннюю среду, они определяют работу сердца таким образом, чтобы сердце выдавало в текущий момент времени столько крови или энергии нашему организму, сколько это необходимо для поддержания гомеостаза, то есть постоянства внутренней среды, для того, чтобы эта внутренняя среда давала возможность реализации всем физиологическим процессам. Поэтому, когда вот эта идея пришла мне в голову и озарила, и стало все понятным, что для реализации связи современных технологий пальпаторной диагностики, безусловно, необходимо изучать не верхушку айсберга, хотя это тоже важно, а тот первопричинный пласт явлений, который лежит в основе формирования пульсовой волны. Вот почему мы взяли за основу метод регистрации электрических потенциалов сердца, и еще раз озвучу, что когда накладывая на запястье электроды, мы не регистрируем пульсовой толчок в этих пульсовых точках. Это иногда люди год проработают с нашим прибором, а потом для них это возникает озарением. Мы регистрируем разность потенциалов между левым и правым запястьем, которые возникают при работе сердца. На этом слайде как раз показано, что во время возбуждения сердца, перед тем, как оно сократится и выбросит порцию крови, и на этом основании сформирует пульсовой толчок, сердце сначала возбуждается. Она возбуждается последовательно, вот желтой заливкой показано, как она возбуждается. Сначала возбуждается предсердие и отдельно сокращается от желудочка, потом возбуждаются желудочки и отдельно сокращается от верхних камер предсердия. Но при этом, если мы наложим на две точки тела электроды, мы можем зарегистрировать разность потенциалов. Эта разность потенциала здесь видна на нижней схеме. Фактически эта разность потенциалов представляет из себя электрокардиограмму. Возникает вопрос, каким образом из анализа электрокардиограммы мы переходим к анализу тех сложных явлений, которые оцениваются в пульсовой диагностике. Для ответа на этот вопрос нам нужно обратиться ввести концептуальное понятие, с которым вы должны быть знакомы обязательно. Это понятие называется сердечный цикл. Сердечный цикл это последовательность чередования фаз сокращения и расслабления сердца, если очень упрощенно перевести ее с физиологического термина. Этот сердечный цикл в норме, например, при частоте сердечных сокращений в 70 ударов в минуту длится у сердца 800 миллисекунд. И традиционно мы эти 800 миллисекунд называем суточным ритмом сердца, в течение которого сердце успевает выполнить полезную для организма работу в качестве насосной функции, выбросив ту порцию крови, которая необходима. Но длительность этого сердечного цикла может изменяться, если в организме возникает неблагополучие, если возникает напряжение или наоборот расслабленное состояние, то сердце изменяет длительность этого сердечного цикла. И когда вы посмотрите на вкладку ВРС или ЭКГ в разных программных приложениях, в домашнем или профессиональном комплексе, вы увидите, что основой для анализа всех явлений, которые мы берем, является изменение длительности сердечного цикла, которое мы определяем как расстояние между предыдущей электрической систолой в виде электрического явления и последующей электрической систолой. И внимательно изучив длительность каждого периода, который до скобки обозначен цифрой, первый сердечный цикл, второй, третий, четвертый, в скобке вы увидите, как эта длительность меняется. И вы поймете, что живой организм обладает уникальным свойством, связанным с… он не работает, как швейцарские часы. И ритм живого организма не ригидный, он вариабельный. Отсюда то название метода, которое используют ученые – вариабельность ритма сердца. И график, который мы ниже рисуем, это график кардиоинтервала граммы, который фактически строится как последовательность изменения длительности сердечного цикла, цикла отложенного по оси ординат в миллисекундах, а по оси Х – это порядковый номер кардиоинтервала. Вот он, первый, второй, третий и так далее. И мы видим, что длительность сердечного цикла изменяется, то есть настраивается в такт к тем потребностям и запросам, которые предъявляет организм. Но сканируют все эти явления, те самые клетки-письмейки. Когда мы берем периодограмму и пытаемся ее анализировать, мы применяем тот метод, о котором я в исторической справке сказал. Этот метод анализа волновой структуры ритма. Не мы его разработали, это классический математический метод, который был предложен ученым Фурье. На эту тему у нас есть интересная статья «От Фурье анализа до французской революции». Почитайте, где подробно мы рассказываем, как этим методом мы вычленяем все необходимые нам результаты в такой поэтичной схеме. Но в конечном итоге вы должны понять, что по шкале Х отложим частоты в герцах. И каждая частота, она детерминирована, сейчас скажу очень важные моменты, она детерминирована к работе определенной, внимание, не органа, это может быть новая будет для кого-то, не органа, а функциональной системы. Что такое функциональная система? Почему не органа? Как это переварить и использовать в своей практике, давайте разберемся дальше. Но в упрощенном варианте теория функциональных систем, о которой мы поговорим чуть позже, она трансформировалась в традиционных системах оздоровления в виде структуры знаний, которые определяются как канальная система человека. И если мы берем 12 главных каналов, допустим, в китайской традиции, то каждый канал, будучи связанный со своим управляющим органом, получив название от этого органа, это не что иное, как функциональная система, а значение которой значительно шире, чем этот орган. То есть возьмите, допустим, канал сердца, ведь помимо регуляции сердечной деятельности, если рассматривать его с аспекта функциональной системы, этот канал задействован в очень большом перечне других физиологических процессов. Поэтому, когда мы смотрим, что с помощью нашей диагностики эта система вышла из равновесия, мы должны понимать несколько пластов тех явлений, которые к этому могут быть соучастны. Я покажу это на конкретном примере. А теперь один из нюансов, который тоже задают наши пользователи. Но вот вы заменили вкладку, которая раньше была по меридианам, вот на эту очень непонятную вкладку. Друзья, все просто, элементарно просто. Представьте, что у вас есть три пальца. Первый палец вы поставили на гистальную позицию лучевой артерии в этом положении, положение средний палец в этом положении, и проксимальный палец, то есть безымянный, он же палец, который будет ближе к сердцу, вы поставили в это положение. Вы получили три точки пальпации. Мы аппроксимировали эту схему в виде такого графика, чтобы она была ближе к пониманию экспертов пульсовой диагностики, где выделили фактически поверхностный пульс справа при пальпации, поверхностный пульс слева. Но эту информацию мы получаем не через пальпацию, а через оценку разными методами, в том числе спектральным анализом, ритмограммы, регистрируемые при анализе вариабельности ритма сердца. И тогда эта схема становится очень легко читаемой, потому что каждый столбец – это фактически тот пульсовой толчок, который вы можете просмотреть, получить, если вы владеете пульсовой диагностикой. Поэтому мы всегда говорим о том, что учитесь одновременно и пальпировать пульс, и регистрировать это с помощью метода. Вы увидели, что у вас всплеск произошел, сами себя мониторируйте. Но пропальпируйте вы пальчиками своих рук, посмотрите, ощущаете вы этот пульсовой толчок, не ощущаете вы пульсовой толчок. Учитесь распознаванию пульса пальпаторным методом, развивайте в себе эти качества, и они в значительной степени усилятся. Ну а теперь к функциональным системам. Приоритет в развитии теории функциональных систем, безусловно, принадлежит нашей отечественной школе физиологии. И эта школа была развита человеком, который родился еще при царской России и работал в очень сложный период времени, 30-х годов, когда фактически состоялась наша отечественная физиологическая школа. И он относится к плеяде тех великих физиологов, которые сделали задел на века. И этот задел мы просто сейчас пытаемся расхлебать, чтобы так или иначе понять, а как организм существует. Ведь до сих пор представление о функционировании организма сводится к анатомическому подходу. Да, но вот есть печень, ну вот она осуществляет определенные функции. Вот мы печень изучили там до молекулярного уровня, но организм не функционирует таким образом. Наш организм функционирует с точки зрения функциональной системы. Это совершенно разное восприятие работы организма. Соответственно, в своей философской концепции, когда вы работаете с АПК «Ведопульс», мы проповедуем именно подход, основанный на функциональных системах. Откуда этот подход родился? Он родился из двух краеугольных качеств, которыми обладает любая живая система. Первое – это самоорганизация. Эта самоорганизация формирует из хаотических элементов, которыми являются различные системы регуляции, определенные временные объединения или констелляции, основная задача которых – решить проблему, справиться с болезнью, справиться со стрессом, справиться с эмоциональным напряжением. Но если эти временные констелляции закрепляются в виде доминат, у нас формируются определенные функциональные системы. Есть функциональные системы, которые формируются в результате индивидуального онтогенеза, то есть жизни конкретной личности. Есть функциональные системы, которые сформировались в филогенезе и генетически закреплены, передаются по роду в виде генетической конституции. И, видимо, они представляют из себя ту канальную структуру, которую мы читаем в трактатах и которую пытаемся осмыслить в физиологических схемах и так далее. Второй принцип – это принцип саморегуляции. Дело в том, что любая живая система пытается найти равновесное состояние. Если она от этого равновесного состояния отходит, то она включает механизмы компенсации этого отхода с тем, чтобы вернуться к своему исходному равновесному состоянию. Так работает функциональная система. И эти понятия развивались еще и Кодом Бернаром, когда он говорил, что основным условием свободной жизни является постоянство внутренней среды. Затем было подхвачено американским физиологом Кенноном, который ввел понятие гомеостазы чуть позже, гомеокинезиса. Но в итоге, когда вы работаете с вкладкой меридианы, когда вы работаете с вкладкой недана, смотреть на индексы как на отражение только дисбаланса в этом органе будет немножко ущербно. И вот эта лекция призывает вас смотреть на эти индексы немножко шире с точки зрения функциональной системы. Давайте дадим определение этой функциональной системе. Это самоорганизующаяся, саморегулируемая, динамическая организация в организме, которая состоит из нескольких компонентов. Но они взаимодействуют и взаимосодействуют для того, чтобы получить полезный приспособительный результат. Вопрос возникает в том, как расшифровать эту функциональную систему. Еще одно качество, если перечислять эти качества, а о них вы можете почитать в классических учебниках по физиологии, например, под редакцией Судакова. Так вот, перед вами вкладка меридианы, посмотрите. Мы привыкли связывать ее только с органом. А теперь давайте попробуем отойти от этого анатомического ущербного подхода и посмотреть на эту вкладку с точки зрения функциональной системы. И вот мы берем принцип функциональной системы, который называется динамическая самоорганизация. Этот принцип говорит, что общая сумма всех механизмов для того, чтобы этот результат возвратить к исходному уровню постоянства, всегда должен превышать сумму этих отклоняющих механизмов. То есть, вот на эти столбики можно как раз смотреть с точки зрения функциональной системы, как на баланс тех механизмов, которые возвращают отклоненный результат, связанный с этой функциональной системой, и тех механизмов, которые отклоняют это, например, механизмы болезни. То есть, совершенно другой подход, который открывает перед нами новый пласт осмысления тех понятий, которые дает ведопульс. Ну и, пожалуй, сердце моего доклада, моей лекции – это слайд, который раскрывает перед вами подоплеку тех явлений, которые лежат в основе теоретических сначала постулатов, а потом тех математических моделей, которые реализованы в ведопульс. Это голографический принцип организации функциональной системы. Посмотрите, дело в том, что функциональная система – это объединение множества органов и разных систем. И каждый входящий в нее элемент, по большому счету, голографически отражает деятельность всей функциональной системы. Это принцип голограммы. Но самое главное, он отражает тот самый приспособительный результат, ради которого функциональная система существует. Я вам даю прямую ссылку на великих профессоров и академиков Судакова и Кромина. Эта ссылка опубликована в принятом высшей дистанционной комиссии учебнике по физиологии, где черным по белому прописано, в ритме деятельности любого органа, и они там перечисляют, на первом месте стоит сердце, отражается его включение в деятельность различных функциональных систем организма. Все. Это аксиома. И эта аксиома лежит в основе всех наших математических расчетов, по которым мы оцениваем вовлечение сердца как компонента функциональной системы в деятельность других органов и систем. И еще одним принципом работы функциональных систем является так называемое квантование процессов жизнедеятельности. Обратно же на примере ведопульса я сейчас объясню, что это такое. С точки зрения определения, это потребности, которые постоянно существуют в организме. Они переводят работу функциональной системы в определенный дискретный континум, то есть дискретный период работы, разбивая на определенные отрезки жизнедеятельности. Результатом этого отрезка всегда является какой-то приспособительный результат. И вот этот динамический ряд отрезков, результативных отрезков, в теории функциональной системы называется система квант. Пометьте себе это понятие, потому что именно с этими система квантами вы имеете отношение, когда анализируете индексы АПК ведопульс. Что такое система квант? А это фотографический снимок конкретной съемки. Буквально в конце этой недели выйдет статья, которая показывает, что регистрация в течение времени одного и того же человека приводила к некоторому на первый вид разбросу значений. И анализ в этой статье показывает, что эти системы кванты были связаны, то есть разные состояния, с определенными событиями, анализ которых фактически показывал, что это так оно и есть. И общая тенденция выявляется на протяжении всех этих шести периодов точек замера. Поэтому, когда вы анализируете данные только на основе одного системы кванта в динамическом колебательном контуре, очень важно понимать, что вы находитесь на максимуме или на минимуме этого динамического контура. Если у вас эта информация есть, вы можете более точно делать свой вердикт. Если этой информации нет, то, наверное, имеет смысл этот динамический ряд расширить дополнительными съемками, чтобы получить результат. Либо, как минимум, использовать те обязательные требования к регистрации, которые сделают запись стационарной, а значит, повысит воспроизводимость результата. Потому что система кванты могут быть определены разными метаболическими потребностями в разной биоретмологической ситуации. Что это за функциональные системы? В первую очередь речь идет, я их выделил здесь, их 12 функциональных систем. Давайте кратко с ними познакомимся, потому что в ближайшее время, видимо, мне придется сделать цикл лекций по каждой функциональной системе, чтобы погрузить вас в эту теорию. Это система регуляции газообмена. Есть индексы, в скобках я их привел, не буду перечислять. Смотрите, на которые они ориентированы. Это система выделения эндотоксинов, система гидролиза интуриентов в желудке, система контроля сахарокрови. Система контроля гемопоэза, контроля гемодинамики. Система гидролиза интуриентов в тонком кишечнике. Система мочевыделения и отдельная система регуляции водно-солевого обмена. Система катаболических гормонов, анаболических гормонов, желчевыделения и дитоксикация эндоксинобиотиков. Есть связь. Многие видят эту связь наверняка с канальной структурой. Действительно, так оно и есть. Фактически, она отражает эту 12-канальную классическую структуру. Вот на примере, посмотрите, функциональные системы регуляции газообмена. Не только легкие являются базовой структурой, которая это обеспечивает. Если взять анатомические образования, то и верхние дыхательные пути, бронхиальное дерево, и сами легкие, система малого круга кровообращения, транспортные системы дыхательных газов крови, которые апеллируют к биохимии крови, тканевое дыхание на уровне ткани, которое обеспечивает энергетикой нашей ткани, и гистогематические барьеры, а также центральные периферические хеморецепторы, и сам дыхательный центр. Вот что формирует эту сложную функциональную систему. И когда мы видим, говорим, допустим, в вкладке меридианы о пульсовом толчке легкого, нужно понимать, что за этим стоит целая функциональная система. И функция этой функциональной системы, это не только то, что связано с дыханием, но есть еще недыхательные функции, о которых тоже не нужно забывать. Если эта функциональная система выходит из равновесия, нужно иметь представление, а может быть именно с вовлечением легких в механизмы контроля водно-солевого обмена связано это напряжение. Но ответ на этот вопрос даст исключительное сопоставление с другими индексами и вкладками. Давайте посмотрим на конкретном примере, что значит сопоставление. Но перед этим я веду очень важное понятие, которое идет из аюрведы. Это концепция кхава и гуньи. Другими словами, кхава и гуньи переводится как дефектное пространство. То есть это пространство, которое либо генетически имеет предиспозицию, либо сформировалось в результате травмы, либо ослабления в определенном органе и ткани. То есть это слабое место, ослабленное пространство. И вот именно это ослабленное пространство или ослабленная функциональная система является предметом развития патологии. Но дальше в этой концепции приводятся различные примеры, что допустим Апановата может взять ранжакопит и из печени ее перевести в кишечник, если там формируется это слабое место и так далее. Оттолкнувшись от этой концепции, давайте посмотрим на функциональную систему, связанную с газообменом. Вы помните, что пульсовой толчок, который оценивает эту функциональную систему и в первую очередь ее связывает с легкими, он находится с июрведической точки зрения под указательным пальцем на правой руке испытуемого в виде глубокого пульса. Итак, еще раз. Пульсовой толчок легких – это глубокий пульс, который вы ощущаете под указательным пальцем на правой руке испытуемого. Но, посмотрите, пульсовой толчок здесь можно разделить. В программе «Видопульс» изменения в проекции этого пульсового толчка вы увидите во вкладке «меридианы», если в кавычках выстрелит столбик, связанный с первым каналом, который отражает эту функциональную систему. Но этот пульсовой толчок обязательно нужно сравнивать с текущей конституцией. Если это слабый пульс, но связанный с пульсовым толчком КАПХА, если вы владеете пульсовой диагностикой, вы понимаете, о чем идет речь, если нет, посмотрите, какая конституция у человека. То есть вы смотрите сочетание КАПХА и дисбаланс. Вот перечисленные заболевания, которые могут возникать или формироваться при этой констелляции функциональной системы. Все они связаны с КАПХАльными развитием в бронхолегочной системе. Если вы смотрите, что выстрелил этот канал, отражающий функциональную систему, но психофизиологически он связан с конституцией ПИТа, то это немного другой расклад явлений, который при этом может происходить. И мы понимаем, что в первую очередь дополнительными методами ПИТи зеркал в дополнение к ведопульсу мы будем их оценивать. Если это пульсовой толчок сформировался у человека с ВАТа-конституцией, то это другой перечень состояний, который может быть связан с этой функциональной системой. Таким образом, взгляд на анализ вкладки меридианов должен быть расширен экспертами. Я уверен, что здесь большинство экспертов, которые уже много лет используют нашу систему. И он должен быть расширен с точки зрения понимания, что такое функциональная система. В интегральном варианте мы это все собрали во вкладке АТЛАС, которая содержит все эти взаимоотношения и в простом виде позволяет вам работать с вашими пациентами, с тем, чтобы показывать отклонение этой функциональной системы, как слабое место, если хотите, Хавай-Гунья с точки зрения Айурведы или изменения в работе этой функциональной системы. Еще одним моментом является вкладка биоэнергетика, на которую смотрят как на биополе. Я бы не хотел вас склонять именно к этому немножко дискредитированному понятию в академической науке. Больше вас бы сориентировал на процесс, который связывает физические поля человека с текущим региональным метаболизмом и региональным кровотоком. Вы наверняка знаете такой метод, как термовидение, когда специальными камерами со специальным разрешением матрицей мы можем видеть тепловой спектр, который исходит из человека. Если орган находится в воспалительном состоянии, то температура повышается в этом месте благодаря тому, что метаболизм там бурлит. Так вот, когда я создавал этот блок работы нашей программы, это в первую очередь имел связь физических полей, которые в том числе можно идентифицировать с помощью метода термографии, к связи с кровообращением. И цифры, которые здесь указаны, это попытка аппроксимации этой связи теоретической, которая показывает, есть ли здесь усиление регионального кровотока в связи с тем, что в этом органе есть проблемы или есть обеднение этого регионального кровотока. Поэтому прошу вас смотреть на эту вкладку. Это тоже является определенной уязвимостью осмысления работы ведопульса с точки зрения академической науки. Ну и в заключение своей лекции я расскажу вам о том, какие модули у нас на сегодняшний момент в разработке находятся. И буквально уже в течение ближайших двух недель у нас произойдет апгрейд модуля ароматерапии. Модуль, который за редким исключением используется нашими специалистами. И мы возвращаем, раньше у нас это было, но мы изъяли, а сейчас мы возвращаем психосоматический нозологический фильтр в ароматерапию. Что это значит? Это значит, что не только психологическую коррекцию можно делать с помощью ароматерапии, но и допустим, если у человека есть язвенная болезнь, и вы понимаете, что она запускается определенными невротическими состояниями, то нужно выбрать аромомасла, которые через обонятельный мозг будут оказывать седативные воздействия и в комплексной терапии помогать вам восстанавливать состояние здоровья человека. Ароматерапия – это первый модуль, на котором мы отрабатываем новую концепцию. Эта концепция называется полинозология. Затем она мигрирует в модуль диетотерапии, в модуль фитоэнциклопедии. Полинозология позволит вам выбрать несколько заболеваний, при которых это одно масло можно использовать. Таким образом, одним выстрелом убить трех зайцев, как минимум. Это очень важный момент, который был инспирирован нашим пользователям для удобства работы с аппаратно-программным комплексом, и вот в ответ на эту потребность мы смогли алгоритмировать наши математические моменты так, чтобы это сделать. Ну, помимо того, что были скоррегированы формулы, изменены некоторые латинские названия, потому что они были не совсем корректны в некоторых случаях, добавлены много новых позиций, отредактированы как показания, так и противопоказания. Этот модуль приобретает совершенно другую ценность. Этот апгрейд для людей, которые уже имеют модуль ароматерапии, будет бесплатным. Для тех, кто нет, я рекомендую в свою копилку его положить. О модуле рефлексотерапии я уже сказал, Сергей Косинцев вам более подробно расскажет о обновлениях, которые произойдут. Принципиально мы разделяем два направления. Это чистая корпоральная иглотерапия, джентерапия, это дзютерапия, которая связана с методами прогревания, например, полынными сигарами, моксотерапией и так далее. Потому что структура рецепта, точек, которые при этом используются при лечении одного и того же заболевания, немножко отличается. И таким образом модуль рефлексотерапии становится еще ближе к фундаментальным каноническим подходам к китайской медицине. Уже в августе у нас должен появиться новый модуль в физиотерапии. Это модуль КВЧ-пунктуры. И для специалистов, которые используют крайне высокочастотные частоты для физиотерапевтического воздействия по зонам акупунктуры или биологически активным точкам, вы сможете получить этот мощный инструмент, который упростит вашу работу с этими приборами. И отдельно у нас должен появиться модуль лазеропунктуры, потому что до сих пор в модуле рефлексотерапии, честно вам признаюсь, у нас такая сборная солянка. Но мы сознательно пошли на этот шаг, чтобы затем дифференцировать эти направления отдельно. И рецепт создавался более идентично к методу воздействия. Мы продолжаем работать над модулем мармотерапии. Выход его не ранее 2016 года. В ближайшие два месяца наконец-то мы закончим работу над модулем динамика, который позволит вам оценить динамику нужного вам индекса в серии съемок в зависимости от тех задач и целей, которые вы ставите. Модуль диета терапии. Очень надеюсь, что тоже в сентябре вы увидите в обновленном варианте, где появится возможность выбора продукта не только с учетом его кондициональной принадлежности, но также с учетом входящих в него компонентных составов белков, жиров, углеводов, калорийности, а также более чем 20 витаминов и минералов, которыми нужно насыщать организм пациента, если возникает болезнь, привязанная к дефициту этих нутриентов. На модуле фитоэнциклопедии продолжаем работать и сейчас дам инсайдерскую информацию. Может быть, этот модуль будет первым модулем, который будет работать в HTML веб-приложении, интегрированном в локальную версию. Может быть, сказал много непонятных слов, но речь идет о том, что мозги этого модуля будут лежать на сервере, и обсчет данных в этом модуле будет происходить в локальной версии при подключении к серверу с выдачей результатов. Таким образом, мы опробируем новый тренд изменения нашей программы в сторону облачных технологий использования анализа данных. И продолжаем работать над модулем герудотерапии, анонс которого должен состояться в октябре на съезде реабилитологов, который произойдет в Москве, в первом МЕДе в Сеченовке, где у нас будет секция по пульсовой диагностике аюрведе, и мы надеемся, что к этому моменту мы закончим работу над этим модулем. Продолжение следует...